Спасибо, Светлана. Я хочу сказать, что я представляю здесь группу ученых, которые в последнее время очень активно в России называются просто-соотечественники. То есть те ученые, которые некоторое время назад, некоторые давно, некоторые не очень давно, и при этом не только не утратили интерес к сатурмическому с российской стороной, но мне кажется, этот интерес, он только растет, и, безусловно, это вызвано в значительной мере тем, что Россия делает очень много в настоящее время активных больших шагов навстречу этому сотрудничеству, и появляется все больше и больше возможностей для того, чтобы сотрудничество нас, приехавших из России, работающих за рубежом, оно интенсифицировалось. И я в своем докладе коснусь не только того, что указано на занятиях доклада, то есть в случае федеральных университетов, с которыми я профессионально работаю, но также и некоторых других возможностей, и в том числе тех, которые предоставляются немецкой стороной, для того, чтобы это сотрудничество российских и российских научных организаций, и с рубежных научных организаций, оно утратилось и усилилось. Значит, я работаю, как уже было сказано, в Патздаме, только это не университет Патздама, это институт полярных и морских исследований, часть которого локализована в Патздаме. Наш институт является буквально в двух словах, он является в Германии лидирующим институтом, одним крупнейшим институтом, занимающимся полярными и морскими исследованиями, и одним из ведущих научных организаций в мире по этому направлению. Сам институт был образован в 1980 году, и основное место, где он локализуется, это премьер Хаффен, и при этом в 1992 году, после падения Берлинской стены, из политических соображений на территории Восточной Германии была организована дополнительная структурная единица Патздаме, которая достаточно успешная, я бы сказала, может быть, является одной из самых динамично развивающихся структур в рамках этого института. Сам институт обладает своим флотом, своей авиацией, порядок с танками в Антарктиде и в Арктике. Но что важно, значит, что Патздамское подразделение, оно является ведущим подразделением, которое занимается исследованиями в Российской Арктике, и таким важным ключевым пунктом в этом сотрудничестве является станция на острове Самойловске в Дентилене, которая прошлым летом очень сильно бросалась, бросалась ввиду того, что Путин приехал туда с однодневным кратким визитом, и, конечно, в общем, это придало как бы такого веса и получило большой резонанс, что, в общем, для проведения немецкими исследователями в Российской Арктике имеет очень большое значение. Кроме того, что у нас есть станция третипенная, институт очень активно сотрудничает с большим количеством вузов и исследовательских институтов в России, буквально по всей территории, это Якутский университет, Томский университет, Московский, Санкт-Петербургский, Казанский и так далее, и так далее, то есть сотрудничество с Россией протекает достаточно активно, и на этом фоне совершенно логично выглядело то, что когда в 2009 году Министерством образования Германии был объявлен конкурс, причем конкурс был объявлен однократный, конкурс назывался «Концептуальные подготовительные мероприятия немецких научных организаций и университетов по созданию совместных исследовательских структур с российскими партнерами», такое длинное, сложное название. Совершенно логично, что мы приняли участие в этом конкурсе, и я хочу сказать, что я выступил инициатором. Мы подали заявку, и эту заявку к нашему большому удовольствию мы выиграли. Это был поддержанный проект, был создание совместной немецко-российской лаборатории по изучению экологического состояния Арктики, с акцентом на проведение биологического мониторинга в аптечных системах, сокращенной лабораторией, называется «Биомфа». Значит, партнерскими организациями явились две организации, это два университета, это теперь, он называется Северо-Восточный федеральный университет, раньше он назывался Ягодским университетом, и второй университет, это Казанский и Волжский федеральный университет, раньше это был просто Казанский государственный университет, но, и третья сторона, это Институт полярно-пехнических исследований, Павель, сокращивает это название. Значит, среди научных целей нашего проекта, это исследования, они обозначены на экране, я просто достаточно коротко скажу, что все исследования, они связаны с исследованием климата в Российской Актике, это палеоэкологические исследования, современные экологические исследования, и в перспективе мы предполагаем, когда будет накоплена достаточная база научных данных в результате проведения вот этих блоков исследований, мы надеемся быть в состоянии проводить экологическую экспертизу этих властей. Да, я хотела сказать, на карте обозначен, не очень хорошо видно, но просто география университетов, там вдали это Ави, в середине Казанский университет, в середине Бруси, то есть мы как бы вот таким вот образом постарались продвинуть, значит, сеть нашего взаимодействия на восток страны, охватить не только центральные регионы, то есть Калибинзон, Петербургский, Востокский университет, но и другие университеты включить все более интенсивно наши сотрудничества. Надо сказать, что когда я писала эту заявку, значит, одним из условий успешного прохождения этой заявки был пункт, который был достаточно сложным для того, чтобы его как-то более-менее членоразильно описать, это совместное финансирование организуемой структуры. При этом, значит, со стороны Германии, со стороны Министерства образования Германии финансирование обеспечивалось для первой фазы, я просто в цифрах, это показывает, я с деталей, 75 тысяч евро для первой фазы, и если она успешно заканчивается, на вторую фазу давалось 150 тысяч евро. И мы все понимаем, что аналогичное финансирование со стороны российских партнерских организаций, как об имени и университеты, вообще-то достаточно сложно было бы организовать. Но мы не теряли оптимизма, пришлось проявить определенную изобретательность, надо сказать, но когда мы писали этот проект, пришлось известие о том, что оба университета включены в список федеральных университетов в России, и что оказалось достаточно большой удачей с нашей стороны, потому что федеральные университеты в России, они имеют особое, ну может быть даже в какой-то мере премилигированное положение, они получили с момента реализации этой программы, они получили очень значительную финансовую поддержку, финансовую поддержку на развитие инфраструктуры, на закупку оборудования для лаборатории, на усиление учебного процесса, и так далее, и так далее. То есть, значит, оба наших партнера, Казанский федеральный университет и Японский федеральный университет, они, значит, со своей стороны, как бы тоже очень заинтересованы в этом партнерстве, они получили возможность, значит, финансово очень интенсивно участвовать в наших совместных программах. Ну и второе, значит, что было нам важно, что оба этих университета имеют свои поливые станции практики, Якутский университет недалеко от самого Якутска, и Казанский университет — это биологическая станция на Белом море, на котором, в общем-то, отключая станцию Треть-Зелен, мы можем проводить фактически по всей территории Севера России свои исследования. Мы приняли, значит, участие вот этих внутренних программ федеральных университетов. Здесь я просто привела, значит, примеры наших грантов, которые мы выиграли в рамках этих генеральных университетов. В общем, суммы достаточно неплохие, особенно их сравнить с тем финансированием, которое максимально можно получить для исследовательских проектов от традиционного источника финансирования. Это российского фонда, как он называется? ФФА. ФФА, да. То есть то, что мы можем получить от университетов самих, причем процесс написания заявок, получения денег — это достаточно простой, пишешь заявку, приблизительно в течение месяца вопрос решается, имеешь ли деньги на исследование или не имеешь. Причем, значит, сразу можно получить средства на три года, и если ты хорошо работаешь, это все может подливать. То есть, в общем, достаточно удобная схема. Но, если в случае Якутска, то есть федеральный университет, у них у каждого своя схема расходования средств и их применения, и если, предположим, якутский университет, они имели возможность тратить свои средства на полевые исследования, мы понимаем, что если мы исследуем Арктику, без этого обойтись практически невозможно, то в случае Казанского университета это оказалось совершенно невозможным. То есть, ты получаешь грант, в котором фактически все средства расходуются только на оплату труда сотрудникам. Это очень хорошо, прекрасно, ты можешь нанять студентов, ты можешь помогать аспирантам, можешь помогать сотрудникам, но, опять-таки, если ты занимаешься арктическими исследованиями, тебе просто крайне необходимо организовывать экспедиции, получать какой-то материал, с которым ты дальше можешь работать. Я хочу сказать, что было очень сложно вообще получить из этих вот грантов хотя бы какие-то деньги на поездки. То есть, если есть результаты, хорошо, поехали на конференцию, мне это представить, с большим трудом, с ужасной кровью, 50 тысяч в год на конференцию удалось рвить, причем, в общем, война была очень сильной. К сожалению, то есть, определенное ограничение в рассудовании применения в менеджменте вот этих вот средств. И мы тогда зашли в этот момент в тупик. То есть, у нас есть партнеры, у нас есть деньги на оплату. Да, сотрудников, но у нас совершенно никакой возможности организовать экспедицию, где-то получить материал, с которым, конечно, Алик предоставляла материалы совместно к экспедиции, но задача-то была в том, чтобы подвигнуть российских партнеров, как-то тоже самостоятельно что-то такое сделать, съездить в экспедицию, получить этот материал. И тут, значит, сказка о волшебной фее, да. Значит, 25 февраля была уже упомянута здесь встреча. Вот что говорится? Это просто информация об этой встрече. Вкратце, на которую, значит, я поскольку занимаюсь с сотрудничеством, поехала. И там мы встретились с представителями вот этой вот программы АТЭЦ, и я рассказала АТЭЦ, извините, извините. И я рассказала о том, что, в общем, вот мы столкнулись с такой проблемой, и о счастье, значит. Оказалось, что именно в этот момент уже действовал открытый кол как раз по мероприятию 1.5, в котором можно было принять участие, и если посчастливиться, получить деньги, которые мы могли бы использовать как раз для того, для чего они нам были просто жизненно необходимы. Значит, вот это вот мероприятие 1.5. Конкурс был объявлен 15 февраля, и, значит, нужно было очень энергично потрудиться для того, чтобы успеть сдать свой проект вовремя. Мы написали проект с нашими, с моими российскими коллегами из Казани, и этот проект к нашему большому счастью был поддержан. Но я хочу обратить ваше внимание также вот на эти вот цифры, которые я написала сверху. То есть пол было объявлено 15 февраля, встреча в штук-бурде состоялась 25 февраля, то есть 10 дней спустя, и 18 марта был уже дедлайн, то есть фактически 3 недели было на то, чтобы, значит, сообразить, что к чему, чтобы организовать народное написание проекта, это все со всеми документами справиться, и его отправить, и, в общем, не опоздать и не промахнуться с чем. То есть, в общем, надо сказать, такой вариант был достаточно напряженный. Вот. Ну, в общем, очень мы были рады тому, что у нас все это получилось. Вот, так сказать, Светлана звонила, интересовалась. И вот Ирина Куклина тоже, в общем, мы там встречались. То есть, как, получается ли у вас что-то. В общем, слава Богу, все прошло, все получилось. Вот. И я думаю, что в значительной мере это также получилось не только потому, что мы такие молодцы, но и также потому, что этот пол был уже не первый. И, с одной стороны, значит, механизмы самого объявления и прохождения документов в результате этого пола, они были уже отработаны достаточно хорошо. А также надо сказать, что группа, с которой я работала, мне, значит, был уже опыт, и у научной структуры университета был уже опыт работы с этой документацией. Она, так сказать, документации там достаточно много, хотя это считается легким, тем не менее. Вот. И, то есть, получила, мы получили достаточно большую помощь со стороны, как организационной структуры университета, так и со стороны структур организаторов этого пола.